Доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики канала Дачные записки. Привет, народ! Время бежит очень быстро и незаметно проскочило три недели с момента вылупа появления на свет перепелят. Проект перепелят продолжается. Я осуществил вешивание перепелят, посмотрел на их вес, общее состояние. Итоги такие, что вес варьировался от 144 до 154 грамм, перепелят в среднем 148 грамм. То есть за прошедшую неделю они набрали немного не мало 70 грамм, за предшествующую неделю они набрали 50 грамм. Там по отношению к базовому весу коэффициент был 2,5, здесь около 2, но общая масса, набранная перепелятами, увеличилась. Растем, практически полностью оперились, более интенсивно начали подлетывать, съедим большее количество корма, большее количество помета. Несмотря на то, что есть решетка и основная масса помета проваливается вниз, видно как бы, но с другой стороны вот дверка, которая закрывает площадь брудера, вся очень испачкана вот этими микро капельками. Как они туда попадают, я не знаю. Но вот видно, что больше грязи вот этой непонятной от перепелят, чем от цыплят. Вот такое вот ощущение у меня. То есть вот сейчас они, даст Бог, вырастут, все будет нормально. Прежде чем пускать перепелов, надо будет снимать эти дверки, их вымывать. Ну а так, в общем, все нормально, очень суетливые. Один чуть не погиб, вот мне на глазах залез там между трубой поилки и стенкой. Чего ему понадобилось, я не знаю. Ну, в общем, отодвинул эту поилку от стены. Перепеленка, слава Богу, спас. Из нюансов, которые вот сейчас я уже понял. Да, достаточно сильно разбрасывают корм. Очень неплохо себе показали подвесные брудные кормушки небольшие. Из них они не разбрасывают корм. И кормушки невысокие, такие коробочки с невысоким бортиком, с положенными туда решеткой, которую я посмотрел на канале «Мини перепеления». Реально вот оттуда не разбрасывают. То есть вот такого рода кормушки при выращивании перепелов считаю лентами применять. Потому что вот брудерная кормушка для цыплят, которые я оттуда повесил, из нее практически полностью корм выходит наружу. Они съедаются. Я ее оттуда убираю. Вот. То есть надо будет продумывать о том, какие же собственные кормушки применять на клетках, с тем, чтобы они не разбрасывают там ничего. Мысли кое-какие есть, это будут в дальнейшем ролике. Но о том, как мы подросли, как вот мы сейчас выглядим в последующем ролике. Очередной день жизни перепелят. Нам две с половиной недели. До третьей недели мы еще не дотягиваем. Вот такие мы уже оперившиеся. У беленьких еще видно вот желтые оперения на круг головы. Сейчас подвинули шеточку. Вот. Желтые оперения круговые видно. Пух имеется ввиду. А серенькие уже практически оперились. Видно будет, не видно вот там. По местные. Кушаем, спим, подлетываем. Начали больше выделять тепла. Приходится уже вот решеточку такую вставить. Потому что, если ее не вставить, терморегуляции уже не хватает. Температура вот я опустил до 29 градусов. Она вот в автомате держится 29,6. Чисто практически за счет нагрева телами перепелят. Ну, иногда лампа включается, но очень кратковременно. При этом говорю, что если бы не вот эта решеточка, то наверно бы уже перегрелись. Вон там подлетываем. Ну что, через два дня у нас три недели. Очередное контрольное взвешивание. Вот, пошире чуть-чуть приоткрываем. Смотрим, что там у нас творится. Бандиты подросли, хорошо кушают. Постоянно начали подлетывать. Вот, отсюда пытается вылезти. Очень всем интересуется. Оп! Оп! Попался. Спокойное до безобразия. Насчет того, насколько они выросли в размерах. Ощущение чисто субъективное, взвеси. Они, в принципе, вот как начали обрастать пером, такие комочки превратились на визуально более объемные. Когда в руку берешь, чувствуется, что на грудке уже наросло какое-то мясо. Вот. Ну что, всюду мы лезем. Вот этот бандит или бандитка залез, умудрился в голову сунуть между стенкой и трубкой поилки. И как раз я там оказался, спас бандита. Думал, что он навернулся, шея была выгнута. Но он жил. Или она была жива, скажем так. Вышел на воздух, с ним потихоньку восстановился. Блин! Вот суетливые, мелкие, всюду суются. Предшествующие потери были вот из-за их суеты. Ну и моей неподготовности к этому моменту. Надо затыкать все щели, все дырки, куда они могут залезть и задохнуться. Даже вот такие более-менее крупные уже умудряются залезть туда, куда я бы даже не подумал. Утоплят такого не было. Ой! Детвора детвора. Сыхает оторопевший, но все равно живой. Поближе посадил к поелке. Сейчас, кстати, надо будет наполнить в очередной раз аскорбиночкой. И через пару дней опять чектоник будем давать. Вот бандиты. Сегодня три недели нам. Будем взвешиваться. Чего мы достигли? У меня сутки не было дома. Сколько детвора отходим? Ой! Сколько у нас монокекарита! Сейчас надо будет чистить. Сначала взвешиваем. 144 грамма. Вот он бандит. Заскакивай. 156 грамм. Ладно. 153. Ой, суматоха суматошная. Давай теперь еще раз для контроля на кого-нибудь и взвесим. 0. 107 грамм. Ага. 0. Так, кто там бродит? Ой! Бродяга! Ну ты, тебя и взвесим. 151 грамм. Иди отсюда. 154 грамма. Ну, 153. Сейчас я вам водички свежу. Ну что? Брудер вычищен. Поддон, точнее, вычищен брудера. Какашки убраны. Птичкам будет дышать легче. Насыпать свежий корм. В общем, в 3 недели вес перепелят в среднем 148 грамм. Это практически два раза больше, чем они весили в 2 недели. Там вес был 78 грамм. Я еще раз хочу сказать, что я выращиваю перепелов вообще и техасов в особенности в первый раз. Не могу сказать, насколько это хорошо или плохо. Пускай народ, который сопровождает меня в этом деле, выскажется. Ну, вот такие у нас результаты. Растем. Кушаем. Какаем. Пьем. Набираем вес. В принципе, теоретически, через недельку можно было бы уже переводить в клетки. Но боюсь, что так быстро все не получится. По одной из единственных причин, что холода ожидается на следующей неделе до минус 23. Если успею переоборудовать отделение, которым сейчас у меня еще пидушки ригбаров под перепелов. И хватит электрообогревателя доброе тепло для того, чтобы то отделение нагреть в общей массе до 20 градусов, то тогда переведем. Мне значит чуть-чуть попозже. Возможно, придется их делить. Нижний брудер отправлять, который рабочий, все исправим. В любом случае, как я понимаю, естественно, начинает 45 дней. Вот до этого срока надо будет все эти нюансы прорешать. Я надеюсь, все это дело прорешаем. Пока же мы просто растем. Вот. В принципе, процесс оборудования клеток идет полным ходом. С поддонами вопрос решил. Это будет в отдельном ролике. И с поилками, кормушками практически тоже. Материал уже набран. Осталось это дело преобразовать в необходимую форму. Ох ты, куда мы лезем? Вот пузырь. Вот вылезаем мы вот такие, суемся. Вот мы такие непоседы. Холосая птичка. Не боятся ничего. На руках практически ручные. Да, мои маленькие. В общем, вот такие кратенькие трехнедельного выращивания перепелят. Спасибо за внимание. Кому понравилось, было интересно, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Рассказывайте друзьям, высказывайте свое мнение. Буду рад каким-то подсказкам. До новых встреч. Надеюсь, что дальше будет интересно. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч.